Правительство не выделит в этом году сумму в 3 миллиона лев для возобновления аэропортовых услуг в южных и северных районах Республики Молдова. Поправки в главный закон о бюджете на 2020 год утвердили на заседании правительства, которое состоялось в конце прошлой недели. Из этого закона следует, что правительство решило исключить и расходы, предназначенные ранее, на реконструкцию аэропорта в Чидарлунге. Напомним, что в декабре 2019 года президент Республики Молдова Игорь Дадон обещал в ближайшее время открыть два новых аэропорта в Чидарлунге и в Бельцах. Что касается аэропорта в Чидарлунге, который хотела построить Башкан Ирина Влах, то от этих планов отказались в конце прошлого года. Чидарлунге нам не подходит. Она не подходит нам, потому что она находится в 30 километрах от украинской дороги. Сегодня мы рассматриваем уже другие площадки. Это может быть и Камрад, это может быть и Кангощик. Опять же, работают эксперты над тем, что в первую очередь определится с местом, потому что сам запуск, он уже дорогой. Только для того, чтобы технико-экономическое обоснование подготовить, нужно будет заплатить 200 тысяч евро. Я знаю, что Башкан обсуждал этот вопрос с нашими турецкими партнерами, потому что на первом этапе нужно сделать анализ, где лучше это построить, проект разработать. И, насколько я понял, турецкая сторона готова покрыть расходы на этот анализ и проектирование. Для нас это приоритетный проект. Это будут частные инвесторы. Сейчас мы делаем анализ всей этой ситуации, будем выводить этот вопрос на конкурс, для того, чтобы частные инвесторы пришли и инвестировали. Аэропорт, который находится всего в трех километрах от центра Чидарлунги, входил в структуру аэрофлота, начиная с 60-х годов прошлого века. Отсюда несколько раз в неделю улетали самолеты в пяти направлениях – Кагул, Тирас, Полизмаил, Одесса и Кишинев.